На связи у нас Александр Добровольский, белорусский политик, с которым мы прямо сейчас можем поговорить. Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Добрый день, доброе утро. Как у вас настроение? Боевое? Настроение боевое, конечно. Я тут осмотрелся всего и понимаю, что люди уже не хотят терпеть такого к себе отношения. Да, можете ли, пожалуйста, нам сказать, чем же отличается эта компания от других? Ну, вам не с чем сравнить, а мне есть с чем сравнить. В 1989 году была такая ситуация, когда люди очень хотели перемен, и они их добились. С тех пор, ну, наверное, это все закончилось уже где-то так в 1994 году, хотя уже там другая ситуация была. Там люди хотели не перемен, а они просто хотели какое-то новое лицо. С тех пор такой ситуации не было. И мы, когда планировали разные свои акции, осознавали, что наших усилий недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию. И нам нужно объединяться, и нам нужно прогнозировать, как сложатся разные факторы, которые могут повлиять. Вот сейчас, в этом году эти факторы сложились. Думаю, что ковид, который считают многие причины, был поводом просто. Потому что и психологическая усталость, и кризисные явления, и очень многие вещи уже присутствовали. И вот сейчас люди просто вспомнили о чувстве собственного достоинства. Вот через 30 лет. Как вы считаете, как вы относитесь к тому, что сейчас таким символом переменнос являются три прекрасные женщины? Ну, я как-то давно высказывал гипотезу, что для того, чтобы участвовать в избирательной кампании, нужен контраст. А идеальный контраст – это женщина, как кандидат в президенты. Но, конечно, не любая женщина, как и не любой мужчина, а та женщина, которой поверят люди. И так сейчас получилось, что люди требуют справедливости, а символом справедливости стали Светлана Тихановская и две ее, как она говорит, боевые подруги. И это очень хорошо, потому что, кроме того, что люди добьются так или иначе сейчас перемен, это еще немножко излечит от старых предрассудков наше общество. Потому что у нас еще многие считают, что вместо женщины не в политике, а где-то еще борщ варить или еще что-нибудь делать. Борщ варить может каждый, а вот быть кандидатом в президенты, оказывается, честные люди могут, даже несмотря на отсутствие политического опыта. Главное, чтобы они хотели что-то изменить в своей стране. И им поверили люди. Это правда, это правда. Видели ли вчера, что происходило в Минске? Акции, ужасное задержание. Можете ли вы это как-то прокомментировать, если это видели? Это не ужасное задержание, а жалкие задержания. Потому что задерживали людей, которые ничего не нарушали. Я видел в Минске вчера акции автомобилистов. Вот проезжал мимо на трамвае и на проспекте, все сигналили, что-то там перегородили. То есть уже от страха эти опричники начинают просто хватать, кого попало. И это ничего, кроме презрения, вызвать не может. А как вы думаете, вот вчера якобы по ошибке задержали представительницу штаба Виктора Бабарико и представительницу объединенного штаба Марию Колесникову? Как вы думаете, ее задержали все-таки случайно и затем отпустили? Либо это все-таки не случайная вещь? Ну, знаете, кто в это поверит? Мария Колесникова одна из самых известных женщин в стране сейчас. И что ее случайно задержали, потому что-то выяснили, куда-то подвезли. И, ну, все это смешно выглядит. Я думаю, что, конечно же, это было сделано не случайно. И самое главное, что если можно вот так вот действовать, кто-то думает, то они ошибаются. Задержали вчера Марию Мороз, руководительницу штаба Светланы Тихановской. Совершенно очевидно, что это все сейчас люди видят, и они делают выводы, и авторитет тех людей, которые руководят вот этими милиционерами, просто упадет сейчас до такой отметки, что потом он не восстановится. А как вы думаете, что, на ваше мнение, должно произойти в головах у этих милиционеров, чтобы они все-таки перерошли на сторону народа? Я думаю, что, конечно же, они многие понимают, и у них уже у многих это происходит в головах, осознание, что вот люди, которые являются преступниками, уже не главные их враги. Для них главные враги – это люди, которые мыслят самостоятельно. Но у них есть такое ложное чувство товарищества. Я вижу это и не только среди милиционеров, но и среди этих членов избирательных комиссий, которые считают, вот мы тут такие, а вот они нам мешают. А что мешают? Мешают обманывать, мошенничать. Больше ничего не мешают. Так что рано или поздно это случится, я, конечно, не могу сказать, когда. Очень трудно предсказывать, как всегда, в таких ситуациях, когда события могут повернуться по-разному. Но, тем не менее, когда они столкнутся с тем, что люди плюют им в свет, я думаю, что они так или иначе задумаются. Это правда. Надеюсь, что задумаются уже наконец-то о том, что происходит на самом деле. Я хотела бы благодарить вас за это интервью. Было очень интересно вас послушать. Спасибо большое. С нами был Александр Добровольский, с которым мы много обсудили то, что происходило. Спасибо. Спасибо.